Всем привет! Ты что там спряталась-то? Сегодня мы уделить решили большое внимание лошадям. На самом деле у нас не так много времени, чтобы уделять им внимание и вообще уделять внимание всему, что у нас происходит. Хотя многие пишут, что вот вы столько успеваете, да мы ничего не успеваем. Это точно. У меня сорняки, дом не делается. Фундамент недоделанный. Да, в общем все. Не успеваем. Не хватает четыре руки. На помидорах опять фитофтора. Ну короче, все как обычно. Но лошадей все равно надо периодически чистить, нужно не забывать, что ими надо заниматься, чтобы они не дичали, особенно вот эта дама. Она уже который день сходит с ума, ну как, она просто носится, козлит и выражает явное желание чем-то заниматься, чем мы сегодня займемся. Диагональю просто почищу, но она не очистится. Они сегодня вспотели, потому что у нас появились слепни вот в прошлом году и до этого не было столько слепней. В этом году из-за видимо аномальной жары, что такое не пойму я, очень много слепней. и вот они сегодня так вспотели на поле, но их увели потом. Вот. Сиски-то откуда у тебя такие большие, еще рожать-то рано. Ну все равно, даже то, что она не работает, потому что у нее ранка там, хотя она носится как бешеная, одна рана, мне все равно. Ну и поработать уж я не буду ее. Да? Она тут останется, будет ржать. Угу. Мы бы ее взяли, конечно, с собой, но диковинка меня тоже скинет. Вот такие дела. Ранка этот затягивает уже. Надо вечером пшикнуть туда. Моя обработка помогла чуть-чуть? Не надо ждать. Хе-хе-хе-хе. Вон уже корочка, видно. Так. Ножки дает. Уже расчищать надо. Да. Хотя не так много времени прошло, да? Угу. Сейчас. Да и к тебе сейчас придут. Че ты? Вроде сейчас не так их кусают. Я когда на поле-то пошел, они вообще мокрые были прям. Просто рой вокруг них кружил. Угу. Меня тоже они чуть-чуть. Этот рой меня тоже зацепил. Надо ловушку делать, да? Да. На днях... Завтра, да, наверное, снимем. Да, завтра. Мы собираемся сделать ловушку для слепней мух. Вот. Большую, которая что? Одна ловушка на гектар рассчитана, типа. Ну, вообще, да. Тут так написано. Ну, написано, да. Посмотрим, что у нас получится. Из моих знакомых никто такую ловушку не ставил. Но из моих знакомых никто и не живет. Не ставим. На таких территориях, как мы, Лошадей на пастбище не пускают. Да. На. 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 Вкусные яблочки. Живут, а у них вливать яблони, как бы, все к ним доходит до них. Так, привет. Еще одна красотка. я говорю там такой рой был вообще не было потом сейчас опять началась когда была жара ездили на реку купаться без седла и это все в принципе пастухи они сами себя гоняют постоянно особенно когда кусаются сильно я не буду напрягать но надо все равно поедет мне кажется она вообще спать собралась уже потому что она все время спать собирается когда дело идет чудикой расскажи как поживаешь людям беременной скажи я надеюсь первый раз до молодой мамочкой скажи в следующем году кобылку буду рожать или жеребочка и что ты этого пятнистого нам долматинца принесешь что ли мне уже этого нет не надо но все равно прикольно же будет если вообще прям пятнистый родится тапас у нас в новом доме он там мужик герой вот там очень много невест гарем да у него там гарем ведет себя хорошо в общем все у него там круто он живет на морях уже на море сколько вы давно не были короче вместе да вместе ни разу не были косяк то он заработаем на море тоже все уже расстраиваешься челку не буду чесать за коинку бесит когда чешу челку я не буду завтра в репейниках посмотрим на твою адекватность без мамочки еще я все равно побрызгаю рифтамидом так седло одели че как тебе это седло че скажешь о нем я же уже ездила на этом седле кавалерийское седло не всем оно подходит людям вот оно такое посадки глубокое мне такие нравятся потому что я в казачьем седле ездил много лет очень много лет прям лет 6 наверное поэтому кавалерийское мне как бы еще пофиг жук мне это бьет человек который нам его отдал сейчас он занят надо ему кстати написать на весна ему переписывались много вот у него тоже свое хозяйство не хозяйство у него хозяйства нету но он хочет родственников хозяйства в общем дела тоже сенокос все прочее вот у него тоже есть лошадь отдал нам пока в пользование пока мы не купим второй лошади свое но пока мы купить не можем нормально и диковинки я как раз хотела такой потому что она очень крупная лошадь вот смотрите она какая крупная не знаю кто то может поймет она очень крупная она очень высокая очень габаритная костяк очень широкий а ей будет четыре года только в декабре таким лошадям седла подбирать очень тяжело потому что они рывка не растут спина постоянно меняется и седлом можно отбить вообще этим седлом тоже можно отбить спина но нужно ездить аккуратно нужно чтобы все было в сборе то есть здесь оригинальный потник вот раз-два и оригинальный вот эти вот называть я не знаю три защиты главное чтоб это все было а если одевать не оригинальное то наверное можно отбить советский так сказать жесткий нет мотив ой сделала она сделал вот было у нас казачье седло я рассказывала кажется ну казак у нас его забрал первый раз такое слышу казак забирал село которое подарил вот нагрудник одеваю я ней для того чтобы седло не спускалась она довольно массивная но самое главное что у нас нагрудник совмещен с монтергалом она молодая лошадь она очень сильно бывает дергать головой монтергал ей мешает получается дергать головой наверх это как этот я помню мы когда катались на этом как он был этот лошадь талант же вроде который плевался на меня постоянно я из-за того что из-за неопыта он все время и он плевал в меня слюной брызгал короче башку вверх и слюной мне все в лицо летел маленький прошло-то месяц уже маленький монтергал уже на все мучительные ничего я и в общем модернизировал все она до этого на всем свободном ездила сейчас она что-то начала выпендриваться значит пора время пришло время надевать всякие была вот на простой здесь я сейчас начала добавлять капсюль я вот снимала потому что мы ездили на реку на реке то он не нужен а чтобы нормально ездить нужен потому что она открывает рот начинает башку мотать в разные стороны если она так сильно научиться открывать рот то потом может так уж закур сшивать закусивать закусить марик закусить может до трензеля и научиться всяким нехорошим штукам вот да и когда лошадь вот рот открыт очень сильно у него такая вот так делает и начинает трензель между языком тоже балакать в общем не нужно чтобы молодая лошадь научилась всяким проказничеством а иначе потом будет сложно так что она наверное будет у нас годика полтора ходить в капсуле сейчас покажу как это работает хотя все конники наверно знают уж мошки какие-то появились тебе тут колючки колючки прячем так вот главное чтоб колючки не мешали вот этому ремню если они не натирают ладно не хочется просто трепать ну как в общем капсуле будет затягиваться у нас затягивает рот вот такое приспособление чтобы она не пыталась избавиться от трензеля вот и все закончили обмундирование тяжелое опа еще за день так что это все не хохру мухрила молодой лошадь заезжать выезжать ой блин вот это ты сам затяни сейчас затяни ой забыла вот это самое главное это забыла в кольца пропустить вот теперь будет держать голову только у меня нет тормозков здесь должны быть специальные тормозки на повозе без них конечно но можно да пойдет на этом поводе надо повод поменять больше надо вообще мы не занят как мы несем спеваем а почему мы не спеваем а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok